Игорь Негода Очень рад всех вас видеть. Очень рад вернуться в церковь после учебы. Долго отсутствовал, поэтому по всем соскучился. Знаете, один из самых главных вопросов, который вообще должен, по идее, задать себе каждый человек в этом мире — это «Зачем я вообще здесь, на Земле?» Это очень хороший вопрос, на который должен ответить каждый человек в этом мире. «А что вообще я должен делать по жизни? В чем мое призвание? В чем мое предназначение?» И один из самых популярных ответов, которые дает общество, по крайней мере, для мужчин — это «Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Ну, такая минималка, цель на жизнь. «Выполнил — молодец, жизнь прожил не зря». Другие же люди говорят «Ну, это как-то слишком слабенько. Моя цель — это деньги». Самое главное — это зарабатывать деньги. Как будто на финише жизни будет стоять человек со счетами, с калькулятором, и вот если ты на один рубль меньше принесешь, то все, ты проиграл. Третьи начинают с этим спорить и говорят «Нет, деньги — это не самоцель. Деньги — это всего лишь средства достижения цели. Деньги — это способ, на который ты можешь купить себе удовольствие». Поэтому цель на самом деле — это обеспечить себя удовольствием, безопасностью, комфортом. И вот в таком случае человек считает, что наивысшее предназначение, наивысшее призвание в жизни — это как раз получить максимум удовольствия, прожить такую жизнь непринужденную, не напрягаясь, жизнь комфортную, жизнь сладкую. Для другой же категории людей наивысшим предназначением является сделать себе имя. Я когда иметь умру, но важно, чтобы после меня осталось наследие, чтобы меня знали люди, чтобы я славы какую-то добился, чтобы осталась какая-то память. Обычно для этого нужно пойти куда-то в спорт, в политику, в искусство, добиться каких-то достижений в карьере. И вот плюс-минус так мыслят многие люди. Зачем я здесь на Земле? Ну вот зачем-то из этого. Но если мы честно посмотрим на все эти цели, если мы начнем их анализировать и как-то критически о них мыслить, то в какой-то момент мы увидим, что во всем этом смысла на самом деле мало. Это очень сильно похоже на то, как белка в колесе бегает, и как-то и вопрос, а зачем она все это делает? Мудрый Соломон. В книге «Экклесиаст» мы с вами недавно разбирали очень хорошо эту книгу. Вот мудрый Соломон, он добился всего вышеперечисленного во всех сферах своей жизни. Он добился даже больше этого и при этом остался крайне разочарованным. И вот в его уравнении жизни он пытался все найти. Где же это счастье? Но постоянно был один элемент, который все рушил. Этот элемент, который обесценивал все, делал бессмысленным любой успех. И этот элемент – смерть. Соломон никак не мог с этим смириться. Как же так? Я всего добиваюсь. Я добиваюсь успеха. Но даже приходит смерть. И все. И все зря. Вот перед нами, как верующими людьми, тоже стоит точно такой же вопрос. «А зачем я здесь, на земле? В чем мое предназначение? В чем мое призвание?» И наш ответ на этот вопрос, на который мы должны с вами ответить, этот ответ должен выдержать испытание смертью. Потому что мы все однажды умрем, и наш ответ на этот вопрос – «Зачем я здесь, на земле?» – должен выдержать испытание смертью. У нас есть радостная новость Евангелия. И Евангелие дает нам ответ на этот вопрос. Евангелие дает нам предназначение, которое способно выдержать испытание смертью. И Евангелие провозглашает. «Ты – Божий сын. Ты – Божья дочь. Бог спас тебя по Своей благодати. Бог принял тебя в Свою семью. Бог обещает тебе вечное царство с Ним. Вечное царство рядом с Ним». И теперь самое большое чудо, что Бог взял нас с вами, тех людей, которые еще вчера были Божьими врагами. И Он теперь использует нас. Он созидает свое царство через нас. «Ты еще вчера был Божьим врагом. Сегодня Бог сделал тебя способным созидать Его царство. Ты теперь можешь делать Божье дело. Христос обильно наделил всех верующих духовными дарами, для того, чтобы они могли устроить Божье царство, чтобы ты мог исполнить Божью миссию. И Иисус дал тебе призвание, Он дал тебе предназначение, и Он тебя наделил всем необходимым, чтобы это предназначение исполнить». Итак, наше призвание. В чем наш ответ на этот вопрос? Зачем мы здесь живем на земле? Мы живем здесь на земле для того, чтобы исполнить наше призвание от Бога. Я призван исполнить это призвание, вы призваны исполнить ваше предназначение. И сейчас мы вместе будем читать Божье Слово. Мы прочитаем библейский текст, и в этом тексте мы видим четыре необходимых условия или необходимых принципа для того, чтобы нам исполнить Божье предназначение. Мы продолжаем изучать книгу бытия, мы продолжаем изучать книгу основ, которая призвана сформировать наше отношение к жизни. И мы теперь начинаем очень большой раздел. Мы начинаем раздел жизни Авраама, этого человека, которого Бог называет отцом всех верующих. Это человек, которого Бог призвал на служение, и который исполнил свое предназначение. Давайте вставшим мы будем читать книгу бытия, 11 главу, с 10 стиха, и закончим мы аж в 12 главе, в 9 стихе. Перед тем, как мы увидим, как Бог призывает Авраама на служение, мы увидим родословие Авраама. Итак, это Божье Слово, книга бытия, 11 глава, с 10 стиха. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада, через 2 года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Сало. По рождению Сало Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сало жил 30 лет и родил Евера. По рождению Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождению Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождению Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождению Серуха Рогав жил 200 лет, 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождению Нахора Сирух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фару. По рождению Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем в земле, рождении своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой – Сара. Имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было дни жизни Фары, 205 лет, и умер Фара в Харане. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам сару с собой, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. «И прошел Авраам по земле, сей до места Сихема, до Дубравы моря. И в этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Авраам и сказал, «Потомство твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенню Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой, так что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. «И создал там жертвенню Господу, и призвал имя Господа, и поднялся Авраам, и продолжил идти к югу». Дорогой наш Господь, мы славим Тебя за Твое Слово. Мы славим Тебя за то, что в Твоем Слове Ты открыл нам свой характер. Ты открыл нам то, насколько Ты великий, святой, праведный Бог. И это открыл нам нашу реальность, что мы шли против Себя, что мы грешили против Себя, Боже. Но мы также славим Тебя за Евангелие, за то, что мы спасены Тобой, мы преображены Тобой, Боже. И мы славим Тебя за то, что Ты нас, несовершенных людей, сделал способными совершать Твое дело. Мы славим Тебя за то, что Ты сделал нас участниками Твоей работы в этом мире. И сегодня мы просим, размышляя над этим текстом, Ты даруй нам увидеть наше сердце, наш характер. И дай нам глаза открыты для того, чтобы мы могли увидеть, как мы можем служить Тебе больше, лучше, чтобы имя Твое было прославлено. Пускай во всей нашей жизни Тебе будет слава, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь. Итак, я хочу напомнить, что книга Бытие была написана Моисеем. Эта книга была написана сразу после того, как израильский народ вышел из земли египетские, и вот народ находится в пустыне. Они путешествовали по пустыне, и теперь к ним обращено вот это слово. И мы только что прочитали родословие Сима. Это родословие, от которого происходит вообще весь еврейский народ. Через Сима, потом через Ифраама, и вот теперь израильский народ. Они вышли из египетского рабства, и вот они идут по пустыне, они начинают читать эту книгу, они читают свою родословную, и эта родословная должна что-то в них произвести. И вот теперь представьте, они только что жили среди развращенных язычников. Но Бог их спас, Бог чудом их вывел. Они теперь находятся в пустыне, и их окружают также языческие народы. Вокруг сплошное язычество. А вот они, евреи, они верят в правильного единого Бога. Они только что видели, как Бог заботится о них. Они видели все эти чудеса. Бог выбрал их, чтобы вообще вывезти из Египта. Они живут в целом моральной жизнью. Они хорошие, а язычники все вокруг плохие. Они молодцы, а вот все остальные люди, они как-то живут странно, плохо. И, возможно, в этот момент они могли почувствовать свою какую-то исключительность, свою особенность. Вот мы лучше, мы умнее, мы нравственнее других. Мы хорошие. Вот мы верующие, а они неверующие. Вот мы молодцы, а они не очень. Но вот они теперь открывают свою родословную, начинают ее читать. И что они там видят? Что они должны там увидеть? Мы только что с вами прочитали эти слова. Они видят, мы потомки Сима. А вопрос, а где другие потомки Сима? А вот они рядом с нами, язычники. Потомки Сима также язычники. И мы единственные, кто не язычники. Хорошо. Но, может быть, вот по линии Авраама были какие-то особенные люди, которые хранили веру от начала. Может быть, они были особенно праведные. И, может быть, у нас есть какие-то суперхорошие такие корни. Может быть, как раз линия Авраама – это вот люди, сохранившие веру. Мы читаем 31 стих. И взял фара Авраама сына своего, и лота сына Аранова, внука своего, и сару невестку свою, жену Авраама, сына свою, и вышел с ними из Ура Халдейского. Отец Авраама родился и вырос в Уре Халдейском. Ур Халдейский – это миспотамия. Это очень близко с Вавилоном. Мы все знаем слово «Вавилон». Вавилон точно не ассоциируется с чем-то праведным, с чем-то хорошим. Отец Авраама, как и сам Авраам, великий Авраам, был обычным халдеем, был обычным язычником. Ничего особенного, вообще ничего выдающегося, просто язычники. И Авраам продолжил бы быть язычником, если бы Бог не нашел его, если бы Бог не призвал его. И вот теперь они читают эту книгу, и они задают себе вопрос «А почему мы здесь?» Причина, по которой Бог вывел их из Египта, не в них самих, не в их праведности, не в их каких-то заслугах, не в их делах. Причина в Боге. Бог работает с ними не по причине их заслуг, не по причине их веры, не по причине их дел. Бог работает с ними по причине своей благодати, и Бог работает с ними по причине обещания, которое он дал Аврааму. Он сам решил дать Аврааму это обещание. Бог решил призвать язычника Авраама и использовать его в деле искупления людей. Бог решил вывести израильский народ и использовать этот народ для спасения людей. Он решил использовать этот народ в деле искупления, которое совершится в будущем через Христа. И вот сама эта родословная, вот только она уже должна была наполнить сердце народа смирением. Их родословная должна была быть прививкой от гордости, прививкой от превозношения над другими народами. Они ничем не лучше других. Бог спасает. И это первый принцип. Для того, чтобы нам исполнить наше призвание, нам нужно иметь смирение пред Богом. Нам нужно быть смиренными людьми. Эта история также должна наполнить и наше с вами сердце смирением. Бог спас тебя не потому, что ты лучше других. Бог спас тебя по своей благодати. И теперь Он желает использовать тебя в Своем деле спасения. Бог желает использовать тебя как инструмент Его дела в этом мире. И поэтому не смотрите на других людей свысока. Если Бог дал тебе какое-то призвание, если Бог дал тебе какие-то дарования, это вообще не повод возвышаться над людьми. Потому что это в принципе глупо. Это не Твое. Это Божие. Бог тебе это дал. Ты это не заслужил. Ты это никак не заработал. Это Его подарок для тебя. И Он дан тебе не в личное пользование, а для того, чтобы ты служил. Подумайте еще вот о чем. Бойтесь раздражения на неверующих людей. Когда вы встречаете какую-то несправедливость, и когда неверующие люди как-то по отношению к вам делают что-то плохо, злая кассирша в магазине. Бойтесь раздражения, бойтесь гнева на поступки неверующих людей. Если у вас есть гнев, если у вас есть раздражение, это признак гордости. Это признак гордого сердца. Вам нужно смирение. Андрей уже сегодня говорил об этом. Подумайте, где бы вы были, если бы Бог вас не спас? Где бы вы были, если бы Бог не начал работу в вашем сердце? Вы ничем не лучше. Это Божья милость по отношению к вам. И поэтому вместо гнева, вместо раздражения на неверующих людей, вместо такого самоправедного превозношения, подумайте о том, как вы можете служить этим людям. Начните о них молиться. Со смирением, с любовью идите к этим людям и всей своей жизнью, всем словом указывайте на Спасителя Христа, который реально способен преображать жизнь, который изменяет людей, который способен преобразить самых последних грешников. Вместо раздражения явите любовь и явите смирение. Возможно, вы смотрите на себя и думаете, ну вот я в церкви, я вообще мало что умею. Вот тут вокруг такие талантливые люди, ну а я вот какой-то не такой. Я мало что могу делать. У меня мало что получается. Какие-то все одаренные. Мне, наверное, делать ничего не нужно. Посмотрите на 29-30 стих 11 главы. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара. Имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. Итак, для того, чтобы создать народ, Бог берет человека, чья жена вообще не может родить. Для того, чтобы создать свой народ, Бог берет человека, чья жена вообще не способна родить. Если бы мы с вами решили создать народ, кого бы мы выбирали? Мы бы нашли очень какую-то молодую пару семейную, которые очень здоровые, у них очень много здоровья. Они там рослые, сильные, талантливые. И вот у них еще вся жизнь впереди, чтобы у них родилось много сильных, крепких, здоровых детей. Но вообще мы как бы так принимали решение. Что делает Бог? Бог берет двух почти стариков, причем еще с увечьями. Двух стариков, которые даже не могут родить ребенка. Бог взял несовершенных людей. Бог совершает свои великие дела через несовершенных людей, через простых людей, через невеликих людей и, казалось бы, даже через неподходящих людей. Авраам и Сара – это точно самые неподходящие люди для того, чтобы от них производить народ. Но во всем этом очевидно, что слава принадлежит не человеку, не людям, не их заслугам. Слава принадлежит Богу. Поэтому, если ты считаешь себя не очень талантливым человеком, это неплохо. Самое главное, чтобы ты был смиренным. Потому что если ты смиренный человек, но обладаешь мало какими талантами, ничего страшного. Бог может тебя очень много использовать. Бог использует смиренных людей. Поэтому доверяй ему. Будь открыт к тому, чтобы Бог тебя использовал. Богу не нужны талантливые. Богу нужны смиренные. Но на самом деле люди порой не служат Богу и не исполняют свое призвание или предназначение из-за слишком гордых, завышенных ожиданий. Мы можем сидеть на диване и ждать, пока Бог призовет нас проповедовать на стадион. При этом ничего не делать. Вот сегодня каких-то простых вещей. Мы можем думать, когда Бог сделает меня лидером служения какого-то там большого, при этом игнорировать просто нужды людей рядом со мной. просто не делать обычные маленькие дела любви. Мы можем мечтать о лидерстве, но игнорировать нужды людей. Мы можем думать о себе, что мы призваны к чему-то большему, к чему-то такому большому, но на самом деле мы можем быть неверными в малом. Мы можем думать о себе очень много, а по факту делать очень мало. Но вы поняли, в чем суть? Наша проблема в том, что мы порой очень много о себе думаем. Мы очень много о себе мечтаем, мы очень много о себе фантазируем. Это наша проблема. Нам нужно делать этого меньше. Нам нужно смирение. И лишь Евангелие по-настоящему смиряет. Потому что когда мы видим Христа, который пригвожден ко Кресту, по нашей вине, из-за наших грехов, не остается никакого основания для гордости. Вот Христос, который там по моей вине. И он простил меня. И это смиряет. Поэтому постоянно напоминайте себе о том, кто вы были без Христа. И кто теперь вы во Христе. Научитесь радоваться Божьему. Научитесь радоваться Божьей благодати. А не своим делам и не своим заслугам. И если ты талантливый человек, то особенно бойся гордости. Потому что самое плодотворное, самое успешное служение, оно может быть просто напрочь разрушено из-за гордости. Бог для своего царства использует не талантливых, неэффективных. Бог использует послушных и смиренных. И если ты реально талантливый человек, это не страшно. Это хорошо. Бог дал тебе этот талант. Слава Богу. Но теперь используй этот талант ради Божьего дела. Пусть твоя одаренность, она находится в плену твоего смирения. В подчинении твоему смирению. Будь известен не своим талантам, не своим успехам. Будь известен своим смирением. Чем больше дарований, тем больше нужно смирения, чтобы не приписывать славу себе, но воздавать славу Богу. И вот несколько простых вещей, которые помогут проверить вам ваше смирение. Если вы занимаетесь служением. Простой вопрос. Как часто вы молитесь? Это тест на смирение. Гордые люди, они уверены в себе, они уверены в своих силах. Поэтому зачем молиться? Я могу все сам. Смиренные люди, они нуждаются в Боге. Они нуждаются в Божьей силе. Еще один вопрос. Ищете ли вы одобрение и принятие людей? Гордые люди, они черпают свою силу, свою значимость в видимом успехе перед людьми. Похвала для таких людей словно наркотик, который опьяняет, которому нужно все больше и больше и больше. Вот и самая большая катастрофа в жизни, это если кто-то прошел мимо моего служения. Кто-то просто не заметил то, что я сделал. Вот если вас разочаровывает, что на вас не обратили внимания, что вас не оценили, то вы гордый человек. Потому что смиренный человек, он наоборот, он желает принести Богу славу. Он воздает Богу славу, которая сделала его способным совершать этот труд. Еще один такой, тоже критерий. Посмотрите, как вы реагируете на критику. Вот критика для гордых людей это самое страшное зло. Потому что гордые люди верят в свою непогрешимость. Смиренные же люди напротив. Они рады критике, потому что критика это возможность исправиться, это возможность служить Богу еще лучше, принести Богу еще больше славы. Поэтому смиренный человек радуется, когда ему делают замечания, чтобы исправиться, чтобы принести больше славы Христу. И вот если мы честно посмотрим на себя, то нам нужно признаться, то что каждый из нас склонен к гордости. В той или иной мере все мы склонны к гордости и эгоизму. И поэтому опасность начать жить ради себя, жить ради себя любимого, а не ради Бога и ради Его призвания, она поджидает каждого из нас. И чтобы охранять себя от этого, нам нужно постоянно пребывать в общении с Богом, смотреть на Него, видеть Его славу, Его красоту, черпать силу в Нем, приходить к Нему за тем, чтобы Он давал силы и чтобы Он давал видение для нашего служения. Итак, исполняйте ваше призвание от Бога. И для этого нам нужно первое – это смирение. Но смотрите, мы идем дальше, и мы уже перемещаемся в следующую главу. Мы с вами посмотрели на родословную Адама, и теперь мы смотрим на то, как Бог открывается Аврааму и призывает его на служение. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе, и я проведу от Тебя великий народ». Вот такое Божие обещание. Бог открывается Аврааму и говорит, «Уходи из земли, в которой тебе все ясно, все понятно, все комфортно, все хорошо, все схвачено, за все заплачено. Уходи от родственников». И вот на самом деле порой для нас сейчас уйти от родственников – это как бы даже благо, потому что не со всеми мы ладим, но тогда родственники – это немного другое. У нас есть государство, и государство обеспечивает пенсиями, обеспечивает какими-то пособиями. В целом работу найти не так сложно, поэтому даже если ты один, ну как ты справишься, поэтому даже легко сейчас в другой город переехать, ну в целом как-нибудь выкарабкаешься. Ну тогда другое дело. Пенсии нет. Если ты без родственников, то все, ты один. Кто о тебе будет заботиться? Поэтому родственники – это твоя социальная гарантия, это твоя безопасность, это те, кто будут о тебе заботиться. Бог призывает оставить родственников. Но дальше он призывает оставить не только родственников, но призывает его также оставить вообще дом отца. Опять же, нужно понимать контекст того времени. Дом отца – это архиважно. Сын приходил на участок отца и рядом с отцом строил свой дом. И потом его сын также приходил на этот же участок и тут же строил свой дом. И получается, люди в принципе жили такими кланами. Вместе дедушка, отец, сын – живут все вместе. Одна такая большая семья. Помогают друг другу. И получается, это и моральная какая-то поддержка, и просто бытовая поддержка. И вот семья по-прежнему является и в нашем мире таким важным институтом, важным элементом, но тогда вообще нам даже невозможно переоценить важность семьи. И вот остаться без семьи – это значит оказаться в очень страшном, в очень уязвимом положении. И вот Бог приходит к Авраму и говорит ему, «Оставь отца, все родство, и иди туда не знаю куда. Я тебе покажу землю, а ты туда пойдешь». И более того, дальше еще более странная вещь. Бог дает ему обещание, что у него и его жены, у которых детей нет и быть по идее не может, от них произойдет народ. Великий народ. И вот теперь подставьте себя на месте Аврама. Бог вот так обращается к вам. Бог призывает вас отказаться от комфортной, понятной, безопасной жизни и предлагает вам какое-то туманное, неопределенное будущее и даже какие-то маловероятные вещи. Но потому что очевидно были сомнения, а как это народ от нас? Вроде бы наша линия-то как раз прерывается. Что вообще нужно для того, чтобы принять такое предложение? Просто представьте себя на их месте. Что нужно сделать, чтобы вообще пойти на такой шаг? Кто на это пойдет? Вот для того, чтобы пойти на такой шаг, нужна очень сильная уверенность в призывающем. Нужно очень большое доверие к тому, кто тебе это предлагает. Нужно быть уверенным, что тот, кто это говорит, что он говорит правду, что он не обманывает. И вот это наш второй принцип. Для того, чтобы нам исполнить наше предназначение от Бога, для того, чтобы нам исполнить наше призвание, нам необходимо доверие Богу. Нам необходимо смирение пред Богом и нам также необходимо доверие Богу. И вот верное, посвященное служение, оно всегда начинается с познания Божьего характера. И поэтому, если ты давно в церкви, но ты еще не исполняешь свое служение, не исполняешь свое предназначение, если ты не служишь Богу в соответствии со своими дарами, то, скорее всего, есть только одна причина. Ты просто мало интересуешься Богом. Ты просто плохо знаешь Бога, ты мало с Ним имеешь общения. Невозможно посвященно с горячим сердцем служить тому, кого мало любишь, кого мало знаешь, с кем не хочешь выстраивать отношения. И если в твоей жизни мало служения, мало посвящения Богу, то причина, скорее всего, в том, что ты очень плохо знаешь Бога. И вот теперь смотрите, Бог открылся Аврааму напрямую. И с одной стороны, да, конечно, это аргумент в его пользу. Он имел личную встречу с Богом. С другой стороны, на самом деле, Авраам очень мало знал о Боге. На тот момент было очень мало информации о Боге. Но этой информации ему было достаточно для того, чтобы поверить Ему. Подумайте теперь о том, что мы с вами, мы в более, гораздо, более хорошем положении, чем Авраам. Мы с вами знаем о Боге намного, намного больше. Бог открыл нам полноту своего характера в Писании. Авраам имел несколько личных встреч с Богом, и на этом все. Мы же с вами теперь имеем возможность каждый день иметь познание Божьего характера через Писание. Мы можем в любой момент прикоснуться к Богу и видеть Его характер, видеть Его славу. И поэтому, если ты мало служишь Богу, тебе не нужно начать служить больше. Это неправильный совет. Тебе нужно больше начать познавать Бога. Читая Библию, изучая Писание и спрашивая себя, кто такой Бог Библии? Кто такой Господь? Какой Его характер? И по мере того, как ты будешь познавать Бога, по мере того, как ты будешь познавать Божий характер, ты увидишь удивительную перемену в твоей жизни. Потому что Бог – это та личность, которую чем больше знаешь, тем больше любишь. Когда ты будешь познавать Божий характер, ты захочешь любить Бога, ты захочешь доверять Богу, ты захочешь служить такому Богу. Невозможно иметь встречу с таким Богом и не отвечать на Его призыв. Поэтому переживай встречу с Богом через встречу с Его Словом. Посмотрите на 31 стих 11 главы. Это еще до того, как мы читали призвание Авраама. «И взял Фара Авраам, Авраама, сына своего Илота, сына Аранова, внука своего, Исару, невестку свою жену, Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но дойдя до Харана, они становились там». Бог начал свою работу в жизни Авраама задолго до того, как он сказал ему этот призыв. Бог уже тогда начал с ним работать. Отец Авраама взял Авраама, всю свою семью, и вышел с ними из Ура Халдейского. Вот Харан, куда они пришли, это приблизительно по центру находится, между Месопотамией и землей обетованной Хананской. Вот Бог уже сделал за Авраама полработы. Все это время Бог готовил Авраама к его миссии. И теперь посмотрите на вашу жизнь. Оглянитесь в свое прошлое со всеми радостями, со всеми трудностями вашей жизни. Бог все это время вел вас. Бог уже совершал работу вашей жизни. Даже в те моменты, когда вы были еще неверующим человеком, Бог уже тогда работал с вами через обстоятельства жизни, чтобы сформировать вас тем, кто вы есть сегодня, чтобы сделать вас готовыми и способными для его миссии. Даже самые сложные моменты жизни, о которых сейчас вы, может быть, сожалеете, о которых сейчас вы, может быть, очень сильно переживаете, которые не хотелось бы вспоминать, это в том числе вклад в ваш опыт, это вклад в ваш характер. Бог формирует вас для того, чтобы вы могли исполнить его миссию. И Бог не становится. Бог продолжает это делать и сегодня с нами. Бог работает с нашими сердцами для того, чтобы мы могли верно исполнить наше предназначение, для того, чтобы мы могли верно исполнить наше призвание. Поэтому посмотрите теперь на свою прошлую жизнь и просто прославьте Бога за его работу, которую он уже совершил. А теперь посмотрите в будущее и смотрите в будущее с надеждой. Потому что мы не знаем будущего. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, какие обстоятельства встретятся нам. Мы не знаем, будут ли там радости или будут там трудности. Но мы можем быть уверены. Бог там. Он знает. И он сейчас рядом, и он будет рядом. Мы можем ему доверять. Бог не открыл Аврааму в деталях весь свой план. А Авраам не знал. Он только знал направление. И все. А дальше нужно было просто довериться Богу и делать шаг за шагом. Мы не знаем в деталях, что будет через пять лет. Мы не знаем Божий план на всю нашу жизнь. Что нам остается делать? Доверять Богу шаг за шагом. Обратите внимание на 2-й, 3-й стих 12-й главы. Здесь написано «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». Бог обещает Аврааму благословение. Вроде бы много благословения. И вот, к сожалению, в нашем мышлении мы очень неправильно относимся к благословению. Мы вообще исказили это слово. Мы к нему приходим очень эгоистично и очень потребительски. Нам свойственно воспринимать даже духовные дары или что-то иное в нашей жизни, как что-то, что дано нам для личного пользования или какого-то личного удобства. Но это не так. Теперь посмотрите на 3-й стих. «Благословятся в тебе все племена земные». Мы здесь видим совершенно другую картину. Бог благословляет Авраама не ради Авраама, не для Авраама. Бог благословляет Авраама для того, чтобы через него благословить народы. Авраам, он не обладатель, он не владелец благословения, он не конечная цель. Он всего лишь распорядитель. Много благословения – это много ответственности. Когда Бог дает дарование, когда Бог чем-то благословляет, Он также накладывает огромную ответственность на то, чтобы теперь эти благословения, эти дары мудро использовать ради Его славы. Поэтому чем больше Бог вас благословил или одарил, тем больше на вас ответственности. И вот представьте то, что Божье благословение – это словно река, и вы всего лишь участок на этой реке. Есть источник и есть продолжение. Если вы замыкаетесь в своей христианской жизни на себе, то ваша христианская жизнь превращается в болото. Вы просто перекрыли путь Божьей работы. Вы теперь замкнули все на себе, и ваша христианская жизнь чем-то похожа на болото. Потому что вы используете то, что Бог дал вам для служения ближнему ради собственного прибытка, ради себя любимого. Недавно совсем сгорел склад в Вардберри в Питере. И вот это тоже чем-то на это похоже. Товары на складе, они не принадлежат складу. Товары на складе, они всего лишь лежат там, чтобы теперь сотрудники склада могли доставить их до конечного покупателя, до потребителя, до этих людей, до их законных обладателей. И вот смотрите, склад сгорел, и получается люди свои товары не получили. Многие товары не дошли до своих покупателей. Вот подобным образом, если в вашей христианской жизни вы зациклены на самом себе, то вы сжигаете Божье благословение. Вы препятствуете возвеличиванию Божьей славы. Вы просто мешаете расширению Божьего Царства. Бог благословляет для того, чтобы мы могли дальше служить тем, что Бог нам дал. И вот доверие Богу, оно делает нас жертвенными. Напротив же, жадность, эгоизм, они очень ярко свидетельствуют, что мы не доверяем Богу. Мы не доверяем Богу, мы не верим, что Бог будет продолжать свою заботу, что Он любит, и поэтому мы стараемся урвать для себя в данный момент все, что я могу урвать. И это касается вообще не только денег. Это касается вообще не только денег. Это касается всего. Мне теперь не нужно быть жадным в своем времени. Мне теперь не нужно тратить каждую секунду моего времени на меня любимого. потому что теперь Бог подарил мне возможность тратить мое время ради Божьей славы. Бог подарил мне возможность тратить мое время мудро. Мне теперь не нужно быть жадным в общении и бояться, что я встречусь с каким-то неудобным человеком, который меня как-то огорчит, который меня каким-то образом ранит. Мне теперь не нужно защищать свой комфорт и избегать общения с людьми или создать себе какой-то, знаете, такой приятный анклав, вот самые такие добрые люди, которые точно обо мне позаботятся. Нет. Я теперь, напротив, могу быть жертвенным, любящим и идти к тем, с кем никто не общается. Это все не доверие Богу. Ты теперь можешь быть общительным. Ты теперь можешь искренне общаться. Ты теперь можешь искренне ободрять. Ты теперь можешь быть честно, заинтересован в жизни других людей. Вот верующий человек, он счастлив во Христе. Христа достаточно для счастья. И от избытка этого счастья он готов делиться этим счастьем с другими людьми. Он готов делиться этой радостью, он готов поделиться всем, что есть с окружающими людьми, потому что Христа достаточно, он нашел довольство в Боге. Подлинный верующий человек, он ощутил вот этот вкус жизни, который он и теперь имеет. Он на своей жизни увидел, как Иисус послужил ему. Он увидел, как Иисус позаботился о нем. И теперь он доверяет Иисусу. Он доверяет Христу и готов служить ближнему. Поэтому исполняйте ваше призвание от Бога. И для этого вам нужно смирение пред Богом. И для этого вам нужно доверие Богу. Итак, вот Бог открывает Авраму свой план. Он открывает ему самого себя. И мы говорим, что Авраму нужно доверие. И доверие – это очень хорошая вещь. Но доверие теперь должно выразиться в конкретном послушании. И это наш третий принцип. Для того, чтобы нам исполнить призвание от Бога, нам нужно послушание Богу. И как раз вот четвертый стих показывает нам это. Вот Бог открыл Авраму себя. Что теперь Авраму нужно делать? И мы видим, «И пошел Аврам, как сказал ему Господь. Он услышал Слово Бога и повиновался ему». На самом деле, здесь надо сделать оговорку с доверием Аврама и с его послушанием есть много вопросов. И мы об этом будем в следующий раз говорить. И мы посмотрим то, что Аврам не идеальный человек. Аврам точно не был идеальным. Он так же, как и мы. Постоянно спотыкался, постоянно падал. Поэтому мы восхищены не Аврамом. Не Аврам в центре этой истории. Мы восхищены не его послушанием. Мы восхищены не его верой. Мы восхищены Богом, который работал с Аврамом. Богом, который сделал Аврама послушным. Богом, который сделал Аврама верным. Но тем не менее, нам все равно невозможно исполнить Божье призвание без послушания Богу. И теперь посмотрите на себя. Если вы служите Богу, слава Богу, продолжайте в том же духе. Если вы правильно понимаете ваше призвание, отлично. Но если вы не понимаете призвание вашего от Бога, то, возможно, одна из причин – это просто непослушание Богу. Бог может использовать ради своей славы тех, кто готов его слушаться. И вот если ты не понимаешь каких-то глобальных вещей, там, глобальный Божий план на последующие пять лет, на десять лет, просто делай то, что уже ясно, открыто в Писании. Вот в целом это действительно трудно понять Божий план там, куда Бог меня ведет, к чему Бог меня готовит. Мы не пророки, мы там не знаем будущего, мы не знаем, что случится завтра. Но проверьте, как простые и понятные истины работают в вашем сердце. То, что нужно любить ближнего, это ясно, это понятно, об этом много в Библии сказано. То, что сплетни – это грех, это понятно. Это очень просто, это очень ясно. То, что Иисус ожидает от нас честности, а не лукавства, это тоже вообще простая вещь. То, что Иисус учит своих учеников прощать, знают все, даже неверующие люди. Это очень простые вещи. Поэтому будьте послушны Христу в ясных вещах, и вы увидите, как Бог будет использовать вас для своей работы. Когда вы послушны Богу в простых вещах, в понятных вещах, то тогда вы открываете возможность для Бога, чтобы Он использовал вас для чего-то большего. Поэтому просто сейчас ваша жизнь должна перед глазами пробежать. Проверьте разные сферы вашей жизни. Семья. Как ваши отношения с родственниками? У Бога в Библии точно очень много того понятного, как мы можем себя вести с родственниками. Исполняете ли вы это? Вы знаете это? Сделаете это? Ваша работа или ваша учеба? У Бога точно есть понятные вещи в Писании, которые относятся к вашей работе, к вашей учебе. Делайте это. Посмотрите, что происходит с вашими отношениями в Церковь. Писание призывает нас прощать врагов. Есть ли у вас кто-то, на кого вы обижены, на кого вы долго можете быть обижены, очевидно, что вам нужно примириться. Примиритесь. Будьте послушны Богу. Итак, сфера за сферой. Что с моими деньгами? Что с моим отдыхом? Что с моим хобби? Что с моими отношениями? Что с моей дружбой? Что с моим характером? Что с моими грехами? Есть ли какие-то вещи, в которые я постоянно спотыкаюсь, в которые я постоянно падаю? Сфера за сферой. Проверяйте на предмет послушания Богу. Сделайте то, что для вас уже понятно. Иногда люди могут говорить, я не могу найти свое призвание. У вас по-любому были такие случаи, когда вы потеряли паспорт, ключи, телефон или еще что-то такое. Вот у меня такое бывает. И если в квартире беспорядок, то что нужно сделать для того, чтобы найти ключи или телефон? Нужно начать наводить порядок. Вот если вы не можете понять свое призвание, одна из возможных причин – это просто беспорядок в вашей жизни. Начните шаг за шагом наводить порядок в вашей жизни. Просто шаг за шагом. Будьте послушны Богу в том, что понятно, в том, что очевидно, и вы увидите, как Бог будет использовать ради своей славы у вас. Известный пастор Джон Маккартор очень много написал, очень много потрудился. В России очень известный человек. Все его знают. И вот однажды у него брали интервью и спросили, «Джон, думал ли ты когда-нибудь о том, что у тебя будет такая популярность? Думал ли ты о том, что у тебя будет такое большое служение? Как ты вообще к этому готовился?» Он на это ответил очень просто. «Нет, я об этом вообще не думал. Я к этому никогда не стремился. Я об этом вообще никогда не мечтал. Все, что я хотел, это просто верно и последовательно объяснять людям Божье Слово. Он этого не планировал. Бог сделал все остальное. Проявляйте верность Богу в простых, маленьких, понятных вещах. Шаг за шагом. И Бог сможет использовать вас». Вот Иисус, Он не оценивает нас по масштабам нашего служения. Он не скажет тебе то, что «Ой, какой ты не молодец, ты не был пастором Мега Церкви». Вообще нет. Он не ожидает, что все люди станут известными, что все люди станут популярными, что все люди станут такими великими миссионерами и служителями. Нет. Иисус желает, чтобы мы были послушны в том, к чему Он нас призывает сейчас. Будь то маленькое дело или большое дело. Иисус просто ждет от нас послушания. Одиннадцатая глава «Посланник Еврея». Многие знают эту главу. Это такое перечисление верных божьих людей. И первая часть этой главы, мы все ее знаем, там перечисляются великие люди, там Авраам и все остальные. И вот все эти имена нам известны. Это имена, которые записаны на страницах Библии. Мы знаем историю этих людей, которые совершили много труда. Их жизнь, их служение было таким очень масштабным. Но при этом есть конец этой главы. Там тоже перечислена группа людей, но уже имена не называются. Мы вообще ничего не знаем про этих людей, мы не знаем про масштаб их служения. Но что мы знаем про этих людей? Что Бог про них помнит, Бог их знает, Бог знает их труд, и они были верны Христу в этом труде. Они были послушны Ему, и Иисус про них помнит. У Христа для них точно такая же награда, как и для всех остальных. Бог видит ваш, даже самый маленький труд. И если этот труд исходит из смиренного и послушного сердца, это уже достаточно. И это открывает путь для большего. Но при этом, если ваш подход к Библии такой, что Библия – это классная книга, там написано очень много добрых, хороших вещей, это все очень красиво и очень правильно, но жить так нереально. и поэтому я буду жить, как придется или как получится, то очевидно, для вас послушание Богу – не ценность. Вы не можете посвятить себя Богу на служение, на какое-то глобальное служение, просто потому, что вы не можете посвятить себя Богу в одной простой маленькой вещи. Вы не хотите просто слушать Бога. Читайте Божье Слово. Читайте Божье Слово, но не просто читайте. Просите у Бога силы жить по Нему. И пусть всегда, когда вы читаете Библию, вот это такое задание, пусть всегда, когда вы читаете Библию, у вас будет одна такая простая мысль. Бог обращается ко мне через свое Слово. Я люблю Бога, я хочу быть послушным Богу, поэтому вопрос, как конкретно я могу исполнить это Слово в 21 веке, в моей сегодняшней жизни, в моем сегодняшнем дне, в моих обстоятельствах. Вот не закрывайте Библию до тех пор, пока не ответить на этот вопрос. Как конкретно я могу исполнить это Божье Слово в моих обстоятельствах сегодня, в 21 веке? Авраам услышал Слово Бога, и он был послушен Божьему Слову. Его доверие выразилось в конкретных действиях. Он пошел в ту сторону, в которую его Бог направил. И пусть также ваше соприкосновение с Божьим Словом выразится в конкретных поступках, в конкретных делах и решениях, которые вы делаете ради Бога. Итак, исполняйте ваше призвание от Бога, и для этого вам нужно смирение пред Богом, для этого вам нужно доверие Богу, и для этого вам нужно послушание Богу. И в 7 стихе мы видим следующее, что нам нужно для того, чтобы нам исполнить наше призвание. «И явился Господь Авраам и сказал потомство Твоему, отдам я землю сию. И создал он там жертвование Господу, который явился ему». Вот здесь мы видим, что Бог вновь является Аврааму и обещает ему народ, и вновь обещает ему землю. И вот народ и земля – это две важнейшие темы Ветхого Завета, которые мы видим на протяжении всей Библии. И вот здесь мы видим как раз зарождение этого обещания. Вот здесь Бог обещает народ и землю, и потом мы увидим, что Бог будет верен, Бог будет сдерживать свое обещание. Несмотря на то, что люди чаще всего будут неверны, несмотря на то, что люди чаще всего будут проявлять неверность, Бог все равно проявляет свою верность. Но вот дальше мы видим реакцию Авраама на встречу с Богом. Он строит жертвенник, он поклоняется Богу. И в восьмом стихе мы видим то же самое. Авраам приходит в другое место, и там тоже вновь строит жертвенник для того, чтобы призывать имя Господа, для того, чтобы поклоняться ему. На протяжении всего этого пути поклонение Богу важнейший элемент жизни Авраама. И это наш четвертый принцип. Последний принцип. Для того, чтобы исполнить призвание от Бога, нам нужно поклонение Богу. И вот здесь могут быть подводные камни. Потому что, смотрите, практически невозможно посвященно служить Богу без доверия Богу. Никто так не будет делать. Практически невозможно служить Богу без послушания Богу. Но, к сожалению, очень даже возможно служить Богу без поклонения Богу. И иногда даже очень глубоко посвященные люди попадают в эту ловушку. И по этой причине это даже особенно актуально для нашей церкви. Потому что наша церковь очень активная. В нашей церкви есть очень много верных братьев и сестер, которые трудятся и исполняют свое предназначение. При этом иногда может наступить такой момент, когда служение превращается в рутину, когда он становится в тягость, нет силы, нет радости, нет вообще желания его нести. И вот я уверен, что такое состояние это практически всегда связано с поклонением, точнее, с его отсутствием. И вы можете даже не заметить, как вы стали совершать свое служение просто, рутинно, на автомате, без поклонения Богу. И вот если в вашей жизни сейчас на такой период сделайте остановку и найдите время для качественного общения с Богом, чтобы вам в тишине, без суеты почитать Божье Слово, восхититься Божьим характером, укрепиться в Евангелии, чтобы вам увидеть, как Бог уже работал в вашей жизни и теперь пособен осознать Божью благодать, которую Он открыл нам в Иисусе Христе. И еще раз напомните себе, кто дал вам духовные дары. Напомните себе, ради кого вы служите, кто призвал вас на служение. Думайте о Боге и о Его великем характере. Поклонение это не какое-то особенное состояние, это не какая-то особенная молитва, это не какое-то пение или какие-то особенные эмоции. Нет. Поклонение это просто, когда ты доволен в Боге, когда ты просто счастлив от того, что имеешь отношение с таким великим Богом, когда ты рад, что ты спасен Христом, когда в твоем сердце мир, когда в твоем сердце покой. Поклонение это просто желание жить в каждом моменте ради Божьей славы, от осознания обилия той благодати, которую Он тебе явил. Это и есть поклонение. Поклонение это просто моя жизнь с Богом, просто моя радость в Боге. И пускай поклонение Христу, это и будет главным мотивом вашего служения, главным драйвером, который вдохновляет вас слушать, чтобы вы могли сказать, дорогой Господь, я восхищен красотой твоего характера, я восхищен твоей славой, я желаю жить ради тебя, используй меня, я хочу быть в эпицентре твоей работы, я хочу быть там, где ты совершаешь свою работу, потому что лишь ты один этого достоин, лишь ты такой великий Бог, который призвал меня на служение и делаешь меня способным совершать с той великий труд, который начинается здесь, на земле и не закончится никогда вечности. Служение Богу это единственное, что испытывает, что проходит испытание вечностью, что проходит испытание смертью, потому что жизнь, посвященная ради Христа, она принесет счастье и здесь, на земле, и она будет полна доброго плода всю вечность. Поэтому, братья и сестры, мы будем заканчивать. И пускай Иисус Христос прославится через нашу церковь, через простых верных людей, братья и сестер, верных христиан, которые всей своей жизнью стремятся исполнить Божье призвание, которые смиренные, которые доверяют Богу, которые послушны Богу и которые поклоняются Богу. Аминь, мы будем молиться. Господь, дорогой, мы славим Тебя за красоту Твоего характера. Мы славим Тебя за то, что Ты столь святой, праведный, нашел нас неправедных. Боже, мы славим Тебя за то, что Ты спустился в этот мир и нас, грешных, здесь нашел. Ты очистил, Ты оправдал. Боже, и Ты преобразил, Ты сделал нас способными Тебе слушать. Боже, мы сейчас просим за нашу церковь, Ты наполни наше сердце радостью общения довольны, что Ты наш Бог. Чтобы мы в Тебе обрели смысл, счастье, радость и чтобы от избытка общения с Тобой мы могли служить друг другу, мы могли служить нашему городу. Чтобы мы молились о том, как мы можем прославить Тебя больше и чтобы мы конкретно делали дела любви для того, чтобы Твое имя было возвеличено. Мы просим, Боже, Ты дай нам силы быть верными в малом и просим, приготовь нас к чему-то большему, если на то есть Твоя воля. Чтобы Твоим было прославлено в нашем городе, в нашей стране и по всему лицу земли. Мы доверяем Тебе наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.